Из года в год в Брестской области сотням людей, сотрудниками фонда мира, оказывается помощь. Минувший год не стал исключением. Проводились благотворительные акции, в ходе которых были собраны деньги на лечение тяжело больных, оказывалась помощь ветеранам, восстанавливались храмы и памятники. Все это говорит о том, что наши люди милосердны, что на это высокое чувство не влияют ни экономические проблемы, ни политические разногласия в обществе. Очень многие трудовые коллективы принимают активное участие. Достаточно назвать акционерное общество «Березовский сродельный комбинат», которое по акции Березовской районной организации на лечение больных детей перечислил 77 миллионов рублей. Это большие деньги. Ветераны города Березы, пенсионеры, собрали 56 миллионов рублей тоже на лечение больных детей. В ушедшем 2013 году организации фонда мира области участвовали в реализации образовательных и культурных программах, в развитии национальной культуры и народного творчества, содействовали воспитанию подрастающего поколения. Доброй традицией стало оказание силами Березского областного отделения, Белорусского фонда мира, помощи медицинским учреждениям. Собирали денежные средства на коляску с электроприводом для девочек и инвалидов первой группы. Собирали на лечение детей в Германии, в России. Уже как бы у нас стала такой традицией, что есть такие детки, которые несколько раз надо делать операции в году, допустим, или каждый год. И уже эти дети, как бы мы считаем, что эти наши дети, потому что мы о них заботимся. Организации фонда мира оказывают эффективную помощь людьми через территориальные центры социального обслуживания населения. Особенно там, где созданы отделения дневного пребывания инвалидов, а также активно сотрудничают с другими организациями, представители которых наиболее полно владеют информацией о нуждах и чаяниях людей. А ведь тех, кому нужна помощь в области, немало. К счастью, готовых оказывать поддержку тоже хватает. Сегодняшний пленум Брестского областного отделения Белорусского фонда мира показал, какие основные программы были притворены в жизнь в 2013 году, а также участники форума обсудили задачи по совершенствованию деятельности организации на нынешний 2014 год.